Здравствуйте, с вами Бобёр! Сегодня поговорим о мультсериале 1996 года Transformers Beast Wars или Трансформеры Битвы Зверей. Итак, начинаем! После неудачного четвертого сезона G1, состоящего всего из трех серий, эстафетную палочку по выпуску трансформеров перехватили японцы и выпустили три полноценных сезона – Headmasters, Masterforce и Victory. После Victory должен был выйти еще один сезон под названием Zona, но так как спрос на игрушки значительно упал, вышел только пилотный эпизод и сериал свернули. Прошло три года и в 1993 году Hasbro решает немного подзаработать и выпускает еще один сериал под названием G2, но это оказалось уткой, ведь по сути дела этот сериал представлял собой 52 серии G1, отличающихся от оригинала лишь заставкой и переходами между сценами в виде компьютерного куба, и все. Однако вместе с сериалом были выпущены комиксы, включающие в себя 12 выпусков с очень плохим рисунком, но достаточно неплохим сюжетом. Ну и как не трудно догадаться, идея с G2 полностью провалилась. Прошло еще три года, пока боссы Hasbro не увидели первый трехмерный сериал, выпущенный компанией Mainframe Entertainment. Ребут, повторная загрузка, известный в нашей стране как Компьютерные войны, и естественно обратились к Mainframe с просьбой сделать нечто подобное про трансформеров. После заключения договора на выпуск трех сезонов, Hasbro нанимает двух специалистов, один из которых был еще и раскадровщиком, Ларри Дитилио и Боба Форварда, известных по написанию сценария к мультсериалу He-Man. Но данные товарищи совершенно не были знакомы со вселенной трансформеров и бегло просмотрев предыдущие сезоны, приступили к написанию сценария, и что же у них получилось. События разворачиваются спустя 300 лет после Великой войны, но уже противоборствующими фракциями выступают не автоботы и децептиконы, а их потомки, Максималы и Предоконы соответственно. Как нетрудно догадаться, в Великой войне победили автоботы, и поэтому на Кибертроне всем заправлял совет старейшин Максималов. Стоп-стоп-стоп-стоп! Возникает вопрос, каким Кибертроном? Он же был уничтожен еще в Хедмастерах. Ответ кроется в двух теориях, официальной и неофициальной. Официальная, так же как и японцы проигнорировали 4 сезон G1, канадцы проигнорировали все японские сезоны. И неофициальная, которой придерживаюсь и я. Трансформеры Зона, помните? Там четко говорилось, что есть артефакт, с помощью которого можно создать целую вселенную. Так как японские трансформеры мне нравятся, и я не хочу вычеркивать их из канона, то предполагаю, что как раз именно благодаря этому артефакту и был заново создан Кибертрон. Но продолжим. Предаконами управлял совет Трипредакуса. Его главной функцией было своевременное сообщение Максималам о возможных вспышках конфликтов среди предаконов. В остальных же правах совет был довольно ограничен. Не имел доступа ни к архивам, ни к секретным разработкам. Проще говоря, слова своего не имел. Естественно, такая роль Трипредакус не устраивала, и он медленно, но верно разрабатывал операцию по уничтожению Максималов. Но в его планы вмешивается Криотек, один из опытнейших предаконов, который решил сам забладеть Кибертроном, при этом не поставив в известность совет. Он разработал хитрый план по похищению золотого диска, древней реликвии Кибертрона, на котором находилась вся мудрость Праймов, а также информация о Земле, ее прошлом и о великой войне между Автоботами и Десептиконами. Для осуществления своего плана Криотек нанимает команду Мегатрона, которая должна была похитить диск, ну или хотя бы снять с него копию, а сам в это время сообщил Максималам о готовящейся краже, то есть тем самым убивал сразу двух зайцев, получал копию золотого диска и снимал все подозрения с себя. Но Мегатрон оказался намного хитрее своего заказчика, украв так нужный Криотеку артефакт, посылает к нему с копией диска одного из своих помощников. Естественно, во время передачи в расположение Криотека врывается отряд Максималов и благополучно его арестовывает. Мегатрон же угоняет крейсер Дарксайд, который в отличие от многих кораблей, может перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Набрав координаты Земли, Мегатрон и команда немедленно отправляются в путь. Максималы же, узнав о том, что натворил Мегатрон, поспешили остановить его, но единственным ближайшим кораблем, обладающим такими же возможностями, как и Дарксайд, было грузовое судно Аксалон, перевозящее ценный груз, стать из капсулы с протоформами. Завязывается перестрелка, и корабли попадают в пространственно-временную дыру. С этого момента и начинается первый сезон. Всего сериал состоит из трех сезонов. Первый имеет 26 эпизодов, другие два по 13, и каждый из них имеет свои особенности. Также, по завершении сериала, по просьбам фанатов, был снят еще один эпизод предыстория под названием «Похищение золотого диска», событие которого я вкратце пересказал выше. Итак, выйдя из пространственно-временной дыры, корабли Максималов и Предоконов появляются на орбите Земли. Завязывается грандиозная перестрелка, вследствие чего оба крейсера получают серьезные повреждения и падают на Землю, в разные ее части. Попутно Аксолон теряет все стати с капсулы с протоформами, которые так и остаются летать в земной атмосфере. Выйдя на поверхность, герои понимают, что планета очень богата так нужным им Энергоном. Но вот ведь незадача. Энергон-то сырой, то есть находится в нестабильном виде, и большая его концентрация может привести к гибели трансформера, если он будет долго находиться в форме робота. Тогда компьютер начинает сканировать местность, предлагая роботам различные альтформы, чтобы те смогли принять облик земных обитателей, тем самым избавив себя от пагубного воздействия Энергона. Так Максималы приобретают формы зверей, а Предоконы – динозавров и насекомых. Замаскировавшись, Максималы сразу же начинают разрабатывать план починки корабля, чтобы вернуться домой, а Предоконы отправляются на добычу Энергона. И лишь один Мегатрон знает истинную причину того, зачем они прилетели на эту планету. Но его смущает лишь одно – почему у Земли сразу две Луны? Об этом и истинных планах Мегатрона мы узнаем, посмотрев данный сериал. При просмотре первое, что бросается в глаза – это то, что мультфильм полностью сделан в трехмерном виде. Конечно, для сегодняшнего времени эта графика значительно устарела, а в некоторых моментах смотрится даже смешно. Но не будем забывать, что это только второй сериал, сделанный в трехмерном изображении. Плюс непривычный для фанатов более ранних серий переход с рисованной анимации на компьютерную. Но поверьте, спустя всего пару серий и к ней привыкаешь. Отлично прорисованы персонажи, особенно звери. По этой причине многим нравится именно первый сезон, так как говорят, что звери там реалистичные. И действительно, для каждого животного проработаны свойственные его виду повадки и поведения. Забавно наблюдать, как носорог медленно моргает глазом и пережевывает траву, как крыса водит носом, вынюхивая что-нибудь, как клацает челюстями динозавр или щелкает клешнями скорпион. Отлично проработаны эффекты дикой природы, шелест листьев, течение реки, пожары. Ну и, конечно, сами битвы, взрывы, выстрелы, удары током. Все на высшем уровне и смотрится очень красиво. Единственно, задники немного не получились. Скучновато смотреть на немного картонные однообразные горы. И в некоторых моментах создается ощущение, что природа существует отдельно, а трансформеры отдельно. Но, как я уже сказал, к этому быстро привыкаешь. И если сравнивать графику с графикой сериала Энергон или Суперлинг в японском варианте, вышедшего 9 лет спустя, то это небо и земля. Японцам даже спустя столько времени не удалось достичь такого эффекта, которого смогли добиться канадцы в 1996 году. Второе, на чем надо остановиться, это, конечно же, на виде самих трансформеров. После событий, описанных в комиксах G2, автоботами было принято решение об изменении тел роботов. Для этого были созданы специальные протоформы, намного меньших размеров, чуть выше человеческого роста, куда помещалась искра жизни трансформера. Тем самым, это значительно экономило энергозатраты. Если раньше приходилось тратить значительные ресурсы для сборки корпусов трансформеров, то теперь делали специальные протоформы по технологии жидкого металла, типа как Т-1000 из Терминатора, которая еще содержала в себе микропроцессор, умеющий сканировать местность вокруг себя, тем самым позволяя протоформе принимать облик существа, попавшего в зону сканирования. Только этот процесс был однократным, и приняв альформу, в другую робот меняться уже не мог, в отличие от того же Т-1000. К тому же, микропроцессор имел особенность погружать трансформера в статическое состояние, чтобы тот мог самостоятельно восстановиться, хотя бы до уровня, чтобы можно было передвигаться. И неудивительно, что во многих сериях роботы были, ну очень сильно повреждены, а через некоторое время были уже во всеоружии. Именно в этом сериале появилось понятие «искры жизни», которая повсеместно используется в современных мультфильмах о трансформерах. И получается, что тело для робота особого значения не имело. Главное, чтобы искра была жива. И не случайно имеет место много эпизодов, где роботов просто разрывало на куски, а они все равно жили, благодаря искре и микропроцессору. Но у микропроцессора была и обратная сторона. Когда при сканировании местности определялась альтформа для робота, часть генетической информации от отсканированных зверей записывалась в память трансформера. И если блокировать ту часть, которая отвечает за трансформацию, то при долгом нахождении робота в виде зверя, у трансформера начинали преобладать звериные инстинкты, которые подавляли сознание робота. И это может закончиться самым печальным образом, вплоть до полной утраты мыслительных процессов. Также матрица здесь представлена в непривычной для всех форме. Здесь она показана измерением, в которое попадают искры погибших трансформеров. Теперь поговорим о том, как же все-таки трансформерам удалось сделать органическую оболочку. По некоторым данным, тело робота было покрыто микроскопическими клетками, нанитами, которые могли в точности копировать любую структуру, кожу, чешуйки, перья. Этим же и объясняется возможность принимать пищу, свойственную альтмоду. Например, есть яблоки, бананы, жевать траву. И эта пища перерабатывалась в энергон, необходимый для поддержания жизненной силой. Но это уже не новшество. Вспомним G1. Диноботы ели рыбу, инциттиконы, растения. А добытый энергон в чистом виде использовался лишь для восстановления энергии, нужной для ведения боевых действий. Например, практически бесконечные патроны. Также можем заметить еще одну особенность. Основное оружие было частью робота, о чем свидетельствует аналогичный цвет и те места тела, откуда оно доставалось. Теперь поговорим о дизайне трансформеров. Каждый робот проработан индивидуально, и кого-либо с кем-нибудь спутать невозможно. Каждый имеет оригинальную раскраску. В некоторых случаях, благодаря компьютерной графике, можно заметить переливающиеся цвета, выделяются черты лица, мимические мышцы, если их так можно назвать, усы, зубы. К тому же, очень хорошо видны части тела, именно звериной составляющей, где они находятся. И поэтому понимаешь, что куда примерно будет перемещаться в процессе трансформации. А начиная со второго сезона, часть роботов приобрело трансметаллическую форму. В альтформе зверя появились колеса, реактивные двигатели, создавая возможность летать. Но в то же время, эта форма немного портит впечатление. В первом сезоне видно, что это именно мультяшные роботы. А в последующих, из-за трансметаллизации, они стали больше похожи на игрушки, чем на героев мультфильмов. В первых сериях становится немного непривычно, но как я говорил ранее, к этому привыкаешь. Ну а теперь к персонажам. Как я уже говорил, каждый из них представляет собой личность и отличается от каждого внешним видом, так что все они запоминаются и каждому переживаешь по-разному. Единственное непонятно, были ли у них такие же имена на Кибертроне, так как в начале сериала каждый из роботов называет свое имя, которое и соответствует их альтформе, за исключением Мегатрона и Оптимуса. Возможно, они взяли новые имена, а может так решили сценаристы, чтобы зритель сразу знал, как кого зовут. Итак, максималы. Лидер Оптимус Праймал, он же Кинг Конг, имеет трансформу в виде гориллы, позже приобретет трансметаллическую форму, которую затем еще раз проапгрейдит. Прямой наследник Оптимуса Прайма, также добр, умен, никогда не оставит товарища в беде. Ринакс, он же Рогонос, трансформа Носорог, один из самых умных трансформеров, прекрасно разбирается в компьютерной технике, ну и довольно любит философствовать о смысле жизни. Ретроп, он же Крысохват, трансформа Крыса, позже приобрел трансметаллическую форму. Подрывник и главный разведчик, очень ленив и слишком много говорит. Его речи способны вывести из себя любого, включая Ринакса. Читар, он же Гептор, трансформа Гепард, позже приобрел целых две трансметаллические формы, самый молодой из трансформеров, но в то же время и самый быстрый. Его юношеский максимализм часто приводил его к неприятным ситуациям. Динобот, он же Зубороб, трансформа Велоцираптор, бывший Предокон, но разочаровавшись в Мегатроне, перешел на сторону Максималов. Отличный воин, чувство чести для него в приоритете, предпочитает побеждать соперников в честном бою и никогда не выстрелит в спину. Тегатрон, он же Тигрон, трансформа Белый Тигр, очень любит природу, готов отдать жизнь за любое живое существо. Аэрейзер, она же Орлона, трансформа Ястреб, выполняет функцию разведки с воздуха, любит природу и беет любовные отношения с Тегатроном. С этим в Японии была непонятка, так как японцы в своем дубляже ее сделали парнем, а отношения с Тегатроном объясняли, типа Аэрейзер его ученик, поэтому Тегатрон так им дорожит. Предоконы, Мегатрон, трансформа Тираннозавр, позже приобрел трансметаллическую форму, впоследствии, как и Оптимус, смог проапгрейдиться. Умен, хитер, силен, двуличен и очень жесток, как по отношению к Максималу, так и по отношению к своим воинам. Скорпонок, трансформа Скорпион, заместитель Мегатрона, бесконечно предан своему лидеру, и за него может разорвать любого, к тому же он отличный снайпер. Террорзавр, он же Птеродактиль, трансформа Птеродактиль, самый быстрый предокон, атакует всегда с воздуха, спит и видит, чтобы занять место Мегатрона. Тарантулос, он же Тарантул, трансформа Паук, позже приобрел трансметаллическую форму. Ученый, прекрасно разбирается в технике, изобретатель, постоянно ведет свою игру за спиной у Мегатрона. Единственный с трансформеров, который произошел не от автоботов, не от Десептиконов, а от самого Юникрона. Воспинатор, он же Оспинатор, он же Жужера, трансформа Оса. В переводе ОРТ его сделали с женщиной, самый невезучий робот, постоянно разлетается на части, а после этого ему требуется срочный ремонт, пытается все время угодить Мегатрону. Блэка Рахния, она же Черная Вдова, трансформа Паук. Первый трансформер, протоформа которого была перепрограммирована предоконами, позже приобретет трансметаллическую форму и перейдет на сторону Максималов. Имеет любовную связь с Максималов Сильверболтом. Хитра и жестока, благодаря своей красоте и хитрости, может манипулировать другими трансформерами. Инферно, трансформа Муравей. Его статис-капсула была повреждена, из-за чего приобрел явно несоответствующую по размерам трансформу. Да и к тому же, очень сильно нарушено сознание, в котором преобладают животные инстинкты. Штаб предоконов считает колонией, а Мегатрона королевой. Жестокий, безмозглый, но преданный солдат. Также с каждой стороны имеются фьюзеры, сочетающие в альформе сразу двух животных. У Максималов Сильверболт. Трансформа сочетает волка и орла. Добр, честен, любит черную вдову и пытается все время ее спасти. У предоконов Квикстрайк. Трансформа сочетает Скорпиона и Кобру. Немного глуповат, легко поддается на уговоры. Очень любит драться. Тайгер Хок. Мощнейший трансформер, созданный пришельцами Вок, из двух погибших Максималов. Трансформа соединяет в себе Тигра и Ястреба. Направлен на землю с миссией уничтожения всех трансформеров. Также с каждой стороны есть трехрежимники. У предоконов Протаформа Икс, он же Рэмпидж. Рэмпидж превращается в Краба и Танк. Являлся неудачным экспериментом Максималов, которые решили вживить в него часть искры Десептикона Старскрима. Но эксперимент вышел из-под контроля. И Рэмпидж стал безжалостным убийцей. Дэвчарж, Максимал. Трансформа Скат и воздушный катер, напоминающий Дельтаплан. Его друзей убил Рэмпидж, и он поклялся найти и убить последнего. Ну и наконец Десептикон Рэвидж. Тот самый, из G1, только немного переделанный. Прибыл на землю для уничтожения Мегатрона, но впоследствии передумал и остался верен правде Десептиконов. Музыкальное сопровождение на высшем уровне. Бесподобна главная тема Beast Wars. Но помимо этого, также отлично наложена музыка на соответствующие моменты. Например, в юмористических сценах звучит соответствующая музыка, которая хочешь не хочешь заставит улыбнуться. В трагических, наоборот, грустная. При появлении героя-спасателя, героическая. Особенно радует сцена из второго сезона при подготовке к бою. Создается ощущение, что смотришь какой-нибудь старый добрый боевичок. Не отстают и звуковые эффекты. Особенно радуют звуки перемещения, свойственные животным. Например, перемещение крысы или постукивание лапками насекомых. А если будете смотреть в оригинале, непременно не сможете устоять перед актерской игрой. Плавно переходим к русской озвучке. В России сериал показывался в 1999 году по ОРТ, первый сезон под названием «Битвы зверей». И в 2005-2006 годах по ТНТ, первый и второй сезоны, называющиеся «Жестокие войны». Озвучка ОРТ приближена по смыслу к оригиналу и более проще ложиться на слух. Единственное упущение – это присвоение неоригинальных имен персонажам, а одного вообще из мужского превратили в женского. В ТНТшной озвучке имена соответствуют оригиналам, но есть много моментов, которые вообще не озвучены. Точнее сказать, это места с отсутствующими диалогами, где идут оригинальные звуковые эффекты, а когда начинаются диалоги, вступает и русский перевод. И эти моменты перехода очень сильно отличаются по уровню громкости, а это представляет определенные неудобства. Ну а теперь самое главное – сюжет. Первый сезон состоит из 26 серий. Не считая первых двух, двух эпизодов в середине и последних двух, представляет собой отдельные эпизоды со своей историей, которые проходят на фоне медленно развивающегося сюжета. Одним из достоинств является полное отсутствие людей, и большая часть внимания сосредоточена на стратегии и тактике, а также на раскрытии персонажей. При приземлении Аксалон потерял все стати с капсулу с протоформами внутри. Постепенно некоторые капсулы с орбиты падали на землю, и между Максималами и Предаконами разворачивалась борьба за эти протоформы. Ведь из них можно было запрограммировать как Максимала, так и Предакона. Ну и конечно же трансформеры не забывали и о поиске Энергона. У Предаконов также были интриги внутри коллектива, борьба за лидерство, кто-то вынашивал нужные именно для него планы, совершенно не думая о команде, кто-то делал все возможное, чтобы угодить Мегатрону. У Максималов же были планы, чтобы как-нибудь попасть домой. А также определение, кто что из себя представляет. Присутствует и любовная линия. Но главное это появление третьей фракции, инопланетной расы ВОК. Кто они, неизвестно. По словам сценариста Боба Форварда, эти существа являлись конечной точкой эволюции и прилетели на землю, чтобы проводить эксперименты. Грубо говоря, вмешивались в процесс эволюции, чтобы впоследствии делать себе подобных. Их же участием объясняется наличие огромного количества нестабильного Энергона на земле. Но битвы зверей помешали их планам, и пришельцы стали наносить нежданные визиты, подкидывая героям довольно неприятные сюрпризы. События второго сезона разворачиваются вокруг золотого диска и тайны Мегатрона. Некоторые роботы из первого сезона умирают, но появляются и новые. Некоторые из трансформеров приобретают трансметаллическую форму. Опять же имеет место любовная линия. А также появляется философский подтекст. Можно ли изменить судьбу? Опять же Вог наносит визит. А самое главное, мы увидим персонажей G1. Каждая серия является смысловым продолжением предыдущей. Исключение составляет только десятый эпизод, Трансмутат. Но он настолько сентиментален, что нет-нет, да и прослезишься. И совершенно не портит впечатление от всего сезона. Ну а восьмая серия, Кодекс Героя, фанатами признана лучшей серией трансформеров всех времен. Ну а третий сезон строится на том, что Мегатрон пытается изменить будущее. А Максималы ему в этом всячески мешают. Уже видно, что сценаристы немного выдохлись. И как-то пытались довести сериал до логического завершения. Несколько серий получились абсолютно проходными, никак не влияющие на сюжет. Сразу видно, что данный сезон имеет более детский уклон. Появились первобытные люди, а именно дети, которые помогают Максималам. Имеют место абсолютно нелепые моменты, рассчитанные как раз на детей. Например, сплющивание робота и разрезание его как бумажный лист. Или постепенное появление трансформера из-за дерева. Или сцена суда. Но в то же время, очень много героев погибло. В общем, по мне, это наиболее слабый сезон. Параллельно событиям третьего сезона разворачиваются события комиксов. Которые были выпущены в 2006 году, к десятилетию сериала. Которых мы можем увидеть, как новых, так и старых персонажей из G1. Ну, по крайней мере, носящих их имена. Сериал был очень популярен во всем мире. И в 1999 году было выпущено продолжение Beast Machines или Зверороботы. Но он оказался заметно слабее своего предшественника. Также было выпущено две игры. Первая вышла в 1997 году. И прямо так и называлась Transformers Beast Wars. И представляла собой бродилку. Каждый уровень, соответственно, заканчивался битвой с боссом. А в 1999 году вышла игра Beast Wars Transmetal, представляющая собой файтинг. Где можно играть как за максималов, так и за предоконов. В общем, имеем отличный сериал, который могут смотреть как взрослые, так и дети. И самый главный вопрос. Прошел ли сериал проверку временем? Безусловно. Оценка 10 из 10. Просмотру настоятельно рекомендую. На этом все. С вами был Бобер. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok